Инженерные войска страны сегодня отмечают свой профессиональный праздник. В этот день, ровно 312 лет назад, Петр I подписал указ об открытии в Москве школы пушкарского приказа. Она и положила начало одному из старейших подразделений российской армии. Евгений Ракин поздравил военнослужащих Сыктывкарского гарнизона. Современное оборудование и техника, высококлассные преподаватели. Сыктывкарский учебный полк единственный в своем роде. Здесь готовят младших специалистов и инженерные службы внутренних войск. Причем не только саперов или взрывников, но и мирных профессий. Крановщиков, стропольщиков, трактористов и экскаваторщиков. Данные навыки инженера пригодятся при оборудовании позиций войск. Данный экскаватор позволяет меньше времени потратить на оборудование позиций войск. То есть отрывка окопов для личного состава. Также для обустройства пунктов обогрева личного состава, для хранения боеприпасов, для хранения той же самой техники, для укрытия техники. После четырехмесячного курса призывники распределяются по воинским частям страны. Некоторые, впрочем, вернув долг отчизне, возвращаются обратно на службу по контракту. Сам я с Вологодской области, с города Вологды. В девятом году проходил срочную службу здесь. Потом уехал домой. И после чего решил продолжить воинную службу по контракту. И как бы здесь служил год срочки. И призвался сюда. Приехал, устроился. И вот уже, можно сказать, в течение двух лет продолжал служить здесь по контракту. За 16 лет своей истории Сыктывкарский гарнизон подготовил более 25 тысяч курсантов. Среди них два героя России и семь кавалеров Ордена Мужества. Сегодня в полку отмечают профессиональный праздник. С утра торжественное построение, митинг, награждение особо отличившихся и возложение цветок памятнику воинам-инженерам Триединства. Хотел бы поздравить всех наших ветеранов, которые послужили нашим полку, дивизии, ветеранов бригады. Днем инженерных войск. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, семейного благополучия. И всего, что было хорошо во благо нашего Отечества. Сегодня в 110-м учебном инженерно-саперном полку около 800 солдат-срочников и 200 контрактников. В будущем, по словам руководства гарнизона, здесь будут обучаться и служить только по контракту.